7 августа 2020 года, мои дорогие, трудно в это поверить, но мы переехали и даже уже почти распаковались. Так что сегодня мы можем пригласить вас к себе в гости. Ну, так вот, можно сказать, импровизировано, по-простому, по-домашнему. Так, добро пожаловать в гости к семье Мусанлеви в Иерусалим. Так, это наш папа. Да, снимаю, снимаю. Папа у нас занят общественным трудом, бедненький, как всегда. Мои злые сёстры ушли, и мне не взяли с собой бал, я один, как золочка. Ну вот, это наша гостиная, или как в Израиле называют салон. Конечно, в телефоне гораздо больше всё получается, в смысле, комната выглядит гораздо-гораздо больше, чем на самом деле, но она вообще-то не маленькая. На самом деле не маленькая. В Израиле вообще принято вот такие большие гостиные делать. Связано это с тем, что в израильских квартирах, как правило, спальни очень-очень маленькие. Соответственно, в них члены семьи только спят. А вот едят и живут, скажем так, преимущественно в салоне, в гостиной. А здесь же, как вы видите, сейчас за моей спиной у нас стоит обеденный стол. Это вот тот самый, который мы купили у предыдущих хозяев с рук. Новый такой бы стоил безумных денег, а этот старенький, но ужасно красивый, мне он очень понравился. Я вам даже сейчас его покажу поближе. Вот он, красавец! Вы посмотрите, какой у него орнамент. Я, честно говоря, купилась вот на вот эту вот красоту, как прямо из какого-то замка крестоносцев. Но стулья, конечно, не подходят, а главное, не подходят они по высоте. Они слишком низкие. Но это на самом деле ничего, мы со временем, наверное, привыкнем. Но так вот смотрится вот так вот. Немножко эклектично, но нам на самом деле вполне нравится. Вот, а сразу же из салона проход в кухню. В израильских квартирах, как правило, нет двери между гостиной и кухней, и это представляет собой такое одно большое пространство. В конце 60-х годов в Англии появился стиль фильмов «Kitchen sink dramas», то есть драмы кухонной раковины. В них впервые стали показывать простую, ничем не приукрашенную бытовую жизнь рядовых людей. Вот моя кухня выглядит сейчас примерно так. На самом деле я ужасно довольна моей кухней, потому что в том старом доме, старой квартире кухня была очень маленькая и старенькая. Это тоже старенькая на самом деле, но она как-то больше рассчитана на всякое хозяйство, массу всяких полочек очаровательных. И может быть я даже созрею для каких-то кулинарных программ на своем канале. Я об этом, честно говоря, давно уже думала, но не было подходящего пространства, подходящей кухне. Так что ждите, ждите, это еще очень даже может быть. Ну вот, в этой квартире спальни располагаются все внизу. Вот здесь у нас лестница. Ну, я уж туда вас не поведу, потому что там очень много коробок, естественно. А мы вернемся обратно в гостиную. Гостиная действительно просторная. Мы очень рады, что здесь как бы так все хорошо по стеночкам стало. Так что можно здесь проводить время с детьми, можно делать какую-нибудь там йогу, гимнастику, да, хули. Можно танцевать, можно даже петь что-нибудь такое. Да, акустика, давай проверим. Мне посмешно безрассудно, безумно, волшебно. Так что, дорогие зрители, не пишите мне обидных комментариев, а то я мужу скажу, и он превратит вас в крысу. А кто у нас муж? Волшебник. Предупреждать надо. Продолжаю знакомить вас с нашей квартирой. Ну, вот как обычно семьи выбирают квартиру? Кто смотрит наш блог, знает, что это уже не первый наш съем. Ну, естественно, смотрят, наверное, насколько далеко дом расположен от автобусной остановки, например. Как расположены комнаты, может быть, на состояние квартиры, на какие-то удобства. Нет, мы, конечно, это тоже смотрим, да, мы не совсем два сумасшедших человека, но решающий вопрос для нас не этот. А вот вы не угадаете, мы смотрим, какой из окна вид. Итак, мои дорогие, мы выходим с вами на наш балкончик. Тут у нас папа, прямо как Пушкин в Болдина, из окна созерцает мир. А вот и наша красота. То, что пленило наше сердце при выборе сего жилища, это вот этот пейзаж. Мои дорогие, тут можно смело проводить экскурсию небольшую, что мы с вами сейчас и сделаем. Смотрим мы на западный холм Иерусалима, и, возможно, вы даже уже его узнали. Да, мои дорогие, это Сион. И на вершине мы видим с вами колокольню армянского монастыря, место дома первосвященника Каиафы, где Пётр предал спасителя. И поэтому на Маковке там петушок. Там же находится и Сионская горница, где Дух Святой сошёл на апостолов, но нам с вами её не видно, потому что она в глубине, и левее гораздо за деревьями мы с вами просто её не видим. Под Сионом вот эта долина, которую я вам сейчас показываю, это начало долины Гееном, ну или не совсем начало, скажем так, начальная её половина. Это та самая долина Гееном, о которой я вам уже рассказывала и говорила, что она соединяется с Кедронской долиной, но это правее нам, соответственно, мешает разглядеть дерево, это место. Но долина Кедронская вот в той стороне справа. Если же мы посмотрим на левую часть пейзажа, то мы с вами видим за деревьями красные крыши. Это район Ямин-Моше, и мы обязательно с вами на днях по нему погуляем. Находится он прямо напротив Явских ворот, и это первый район, построенный для еврейских жителей старого города за стенами. А на холме слева мы видим с вами гостиницу «Кинг Дэвид», знаменитую, в которой останавливались разные всякие там короли-президенты. И в 30-е годы там был знаменитый теракт евреями произведённый. Так они боролись с англичанами и с палестинцами уже тогда. И видим с вами здание «Имка-пресс». Это слева, левее от «Кинг Дэвида», такая красивая башенка с куполочком в византийском стиле. Это YMCA, или как у нас называют «Имка». Там гостиница и бассейн есть тоже. И видим «Кинг Саламон», отель такой более современный, в 70-е годы построенный башенкой. Вот такая красотень. Что ещё интересного мы можем показать вам как гостям в нашем салоне, в нашей гостиной? Ну, во-первых, вот эти замечательные шахматы. Наш папа, когда ещё работал с группами, он был гидом, работал с паломниками, привёз их из города Вифлеема. И если сейчас смотрят мои паломники, то очень может быть, что вы такие шахматы в православных иконных лавках Вифлеема очень даже видели. Фигурки на самом деле совершенно замечательные. И что потрясающе, это ручная работа. Из оливкового дерева вот такие фигурки делают у нас в мастерских Вифлеема. Они немножко убиты, правда, потому что, видишь, вот тут как бы у него рука отламывали дети, потому что дети стали с ними играть, потому что они такие замечательные. Не только играть в шахматы можно, но ещё просто это замечательные игрушки. Тут, однако, в месте обыкновенных фигур, которые обычно приняты в шахмате, например, есть верблюда, потому что это что-то наше местное. Башни тоже что-то напоминают каких-то храмов Вифлеемских. Вместе слонов, да, бишоп это слон, волхв. Волхвы, да. Так что такая... И солдаты римские совершенно, как на переписи были, когда Христос родился. Просто чёрный и белый разные, видите? Так что игра такая же, как в шахмате, просто фигуры нестандартные. Так что люди, которые очень вот такие шахматисты, традиционалисты, им это не понравится. Но очень большое удовольствие получаешь, когда играешь именно с такими фигурками. Вот такое вот очарование у нас ещё здесь живёт. Прикормленные предыдущей хозяйкой общественные котики. Вот это книга про апостола Павла, видишь? Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Хочешь посмотреть? Каждый раз при переезде нам приходится отдавать очень много книг, вещей, потому что не всё умещается на очередной съёмной квартире. Но вот это наша небольшая коллекция, которая с нами путешествует везде. Это наши пластинки. То, что мне особенно нравится, это что и у меня, и у тебя есть какие-то вещи, которые остались с раннего детства. Это, например, альбом. Это третья симфония Малера в исполнении Джеймса Левайна. Но я с детства очень люблю... Вот Морис Эндок был такой художник и автор книг. И у него есть такое замечательное как бы изображение композитора на даче в лесу на Альпах. И ему все звери приносят как бы свои дары, звери, ангелы. Это такое... Ну вот, а из моих пластинок, вот она. Это моё детство. Я же была скрипачкой. И благодаря вот этой записи, наверное, я музыке отдала столько лет, потому что моя бабушка принесла вот эту пластинку. Мне было пять, если я правильно помню. И мама посадила меня на ручки, включила эту запись Леонида Когана. Концерт Бруха. Я это сейчас очень хорошо помню. И я просто унеслась в этих звуках. Я сидела не шелохнувшись, у меня текли слезы. Я просто тоже помню этот момент, это было потрясение. И потом много-много лет мне хотелось только одного. Звук. Вот извлечь такой же звук из инструмента. Я готова была часами просто заниматься. И говорят, что у меня когда-то неплохо получалось. Но это был договор. Ну вот, так что вот Леонид Коган, царство ему небесное, наш великий русский музыкант, великий скрипач, действительно. И изумительная запись Мендельсона и Бруха. Если когда-нибудь вам где-то попадется, обязательно послушайте. Ну вот, а тут у нас есть еще один такой раритет. Узнаете? Да, наше с вами советское детство. Тоже еще один великий человек. Один из любимых актеров нашего папы. Владимир Высоцкий. Я тоже многие песни его очень люблю. И даже наши дети многие его песни знают. Так что вот, тоже пластиночка у нас есть. Вот такой у нас старомодный, экипетный дом. Эклектика полная. Здесь на нижней полочке у нас притаились наши художественные альбомы. Ну, конечно, сейчас все можно найти в интернете, это понятно. Но вот, не знаю, какое-то особое ощущение, дети тоже об этом говорят, когда именно смотришь книгу с литографиями. И я хочу показать вам сегодня особо дорогой один альбом замечательного венгерского художника Чонтвори. Вот этот альбом совершенно замечательный. У него была, конечно, суперобложка, которая порвалась. Но я его помню с детства. Картины Чонтвори отличаются изумительными совершенно цветами. Вообще он был очень странный художник. Некоторые даже считают его сумасшедшим. Хотя, а бывает ли вообще нормальный здоровый художник? Все художники, наверное, для обычных людей немножко странные. Так вот, у него была сверхзадача такая. Он хотел постичь через цвет форму, тайну нашего бытия и через это принести счастье своему народу. Принадлежал он к народу венгерскому. Был народом из Венгрии и путешествовал по миру очень много. Он учился во Франции, потом он жил какое-то время в Сирии, в Ливане, в Египте и у нас на Святой Земле, в Палестине. Естественно, когда я была маленькая, я всего этого не знала. Я просто имела этот альбом и обожала его смотреть. И вот я вам сейчас покажу мои самые любимые картины. Так, вот эта картина, которую я хотела вам показать. Смотрите. Это источник Марии в Назарете. Притом художник написал так его, как он выглядел в начале XX века, когда Чонтвори здесь на Святой Земле был, жил и писал здесь. Но вот эта фигура в центре, это как бы образ Матери Божией с младенцем Христом. Видите, вокруг нее такой немножко свет и особо красивое лицо у нее. И мальчик как бы хочет выйти к людям, она его удерживает за плечики. Очень трогательно совершенно. Как будто бы женщина уже времени начала XX века, но как образ Богородицы. Вот такая интересная идея. А вот еще одна картина у входа к стене плача в Иерусалиме. Посмотрите. Вот я ребенком смотрела на это, и мне казалось, что это живые иудеи, вышедшие просто вот со страниц Евангелия. Потому что это совершенно детское такое, очень чистое, яркое восприятие мира, которое вот было у этого художника. Оно, естественно, было мне как ребенку близко. И вот посмотрите, тут на стене есть буквы на иврите. И я маленькая спрашивала маму, что это за буквы. Мама не знала, поскольку у нас в семье никто иврита, естественно, не знал, не мог знать. И потом, позже я узнала, что это иврит, когда мне уже было лет, наверное, 15. И мне страшно захотелось этот язык освоить. Хотя тогда и речи не было о том, чтобы мы могли вообще жить в Израиле. Вот так интересно. Надписи на самом деле очень странные. Здесь справа написано Симантов Хасуфер. То есть... Симантов Книжник. Книжник или каллиграф. Да. А в левом углу написано... Нисим Айзра. И тоже непонятно. А вот это вот Иерусалим. Масличная гора. Этот вид я помню с детства. Вот эти круглые крыши и пальмочки, вот эти... И цвет этот. Представляете, вот мои детские сны. Вот такое чудо. Художник, который подарил мне Святую Землю, Иерусалим. Первые впечатления еще до того, как я вообще смогла здесь оказаться. Ну, довольно душно. Пойдемте-ка на балкон и поговорим еще немножко о чем-нибудь интересненьком на балконе. Ну, вот. Ну, вот. Вот так мы сидим. Дышим воздухом вечерами. Жалко, не могу вам предложить чайку или стаканчик сока апельсинового. До этого техника еще не дошла. Надо вообще задать задачу, чтобы можно было так раз и через экран что-нибудь вам передать. Ну, а вообще, что нового у нас в Иерусалиме? Ну, у нас, собственно говоря, вот по-прежнему вот эта вся коронавирусная ситуация продолжается. Должна быть группа вроде бы как 8 человек у меня завтра, в субботу. Из Аждода не знаю, доедут они или нет. Потому что люди очень все время боятся, пугаются, отменяют в последний момент. Вот у меня это будет вторая группа за 4 месяца в размере 8 человек на один день. И то, слава богу, хоть куда-то немножко выехать, на Иордан поедем. Я обязательно-обязательно поснимаю. А вообще, вот интересно ли это так проводить в Иерусалиме? На самом деле, что-то в этом есть. Не, нормально. Это как всегда. Вот вспомни, Анна, что обычно делают наши клиенты или паломники в этом периоде? Обычно все едут в Турцию. Нет, на дачах. Да, на дачах, да. Это период, когда мы обычно не работали, дорогая. Только какие-то сумасшедшие люди иногда приезжали. Это правда. Юль, ну август до преображения никого не бывает. И даже на праздник преображения в последние годы россияне как-то особо... Да ну как бы... Ну потому что много соблазнов летом. Во-первых, хочется с детьми куда-то поехать отдыхать. Паломничество, прямо скажем, это не отдых. Да, лучше поехать в Таиланд или в Турцию, куда-нибудь на море там, ну какие-то дешевые курорты. Отдыхать. В Турцию, в Болгарию. Кстати, у нас на Топусе потрясающая экскурсия из Болгарии. Я просто вам вот рекомендую, рекомендую, рекомендую. А, Тодорова? Как ее зовут? Да, слушайте, мы познакомились с замечательным гидом. Ее зовут Тамара Тодорова. Она москвичка, как и мы. Но 40 лет человек живет в Болгарии, замужем за болгарином. И несмотря на свой уже возраст, скажем так, не юный, Тамара полна очарования, обаяния, очень человек активный, творческий, интересный. И сняла нам потрясающую экскурсию. Это первая, но не последняя, надеюсь, ее экскурсия для Топуса про город Несебр. Я в Болгарии была. Мы в Болгарии были. Мы были там 5 дней в Софии с детками в свое время. Но мы не путешествовали по самой Болгарии и не знали, что там есть такие жемчужины. И это прямая связь со Святой Землей, потому что там сохранились, как и у нас, византийские храмы. Только еще лучше сохранились, чем у нас. Они там просто храмы 10 века просто стоят, можно сказать, нетронутые. Это такая красотища. Это вообще город под охраной ЮНЕСКО, ни много ни мало. И дух, вот этот византийский дух, близкий очень Святой Земле, просто ощущается через это видео, как я не знаю что. Ну и, конечно, море, золотые пески. Очень красивое видео. Мир просто такой очень уникальный для меня, потому что я изучаю всю эту историю Византии, первого тысячелетия. А тут действительно смесь такая очень интересная. Какой-то город с этим духом очень римским, средиземноморским. Но при этом люди, которые там живут, они говорят на славянском языке. Так что вот сейчас вы на экранах, вот здесь внизу, видите адрес нашего клуба видеопутешествий ТОПОС. Вы эту ссылочку напишите себе на бумажечку или еще проще в описании этого видео ссылочка есть. Вы просто на нее нажимаете, попадаете в ТОПОС. И эта экскурсия стоит прямо в первом ряду среди новых экскурсий. Справа вы ее сразу увидите. Называется она «Сказочный Несебр». Древнейший город Болгарии. Я вам очень-очень рекомендую посмотреть. Ну что же, давайте теперь мы, как радушные хозяева, возьмем вас на маленькую вечернюю прогулку. И покажем вам чуть-чуть что-то возле нашего дома, такое симпатичное, красивое. Ну, как обычно, знаете, когда гости уходят от хозяев, они их провожают. Вот, наверное, примерно так и у нас получится. Проводим наших гостей до автобусной остановки. Пойдемте. Ну вот, вот это наша улица, на которой мы теперь живем. И для того, чтобы ходить в магазин, в супермаркет, нужно немножко срезать угол. Конечно, можно пройти вокруг, но мы уже за неделю, став местными жителями, делаем это наискосок. И сейчас покажем вам совершенно волшебную тропинку. И так, для того, чтобы попасть в супермаркет или на автобусную остановку, нужно сделать вот такой интересный трюк. Вот такая совершенно потрясающая, можно сказать, лесная тропинка посреди города Иерусалима. Замечательно совершенно. Отсюда вид такой симпатичный открывается. Надо еще немножко выше подняться. Или он? Вот она отсюда, как на ладони, Масличная гора, колокольня Русская свеча, деревня Силуан. И как раз-таки видна Кедронская долина и место, где долина Геном, соединяется с долиной Кедронской. Ну вот, мои дорогие, уже закат, мы с вами вынуждены скоро расставаться. Напоследок хочу сказать, что собираюсь по воскресеньям в 6 часов вечера выходить в прямой эфир в Ютьюбе. Это называется стриминг или вещание лайв. Для меня эта вещь совершенно новая, поэтому я ее сейчас только-только осваиваю. Надеюсь, что получится. И мы с вами прямо вот так вот в реальном времени сможем гулять в воскресенье вечером вместе по Иерусалиму. Это будет каждый раз в 6 часов вечера. И те из вас, кто не могут почему-либо посмотреть в это время, не огорчайтесь. Это все будет все равно стоять на канале, в записи, так что вы ничего не пропустите. Кроме этого, мы, конечно же, возобновим обязательно наше чтение Евангелия. То есть вот сейчас, когда уже переезд завершен, а коробки распакованы почти что, можно уже вернуться к нормальному режиму работы нашего с вами канала. Также рекомендую заглядывать на мою страничку ВКонтактах, потому что там я ставлю объявления и анонсы, и объявления о разных интересных экскурсиях в Топусе. И, соответственно, оттуда вы можете узнавать все новости и быть в теме, не пропустить каких-то особо интересных путешествий. Ну вот, всего вам самого хорошего, счастливо вам добраться до дома. Заходите еще. Спасибо.